С учетом погодных условий, в качестве непредусмотренных выступают расходы прежде всего на расчистку проезжих частей от снега. По утверждению администрации, пока о затратах сверхплана речи не идет. Тем не менее, сэкономить средства на грейдирование и содержание волосных дорог уже не получится. По сравнению с городом, целевой дорожный бюджет весьма скромен. Всего 370 тысяч латов. Как отметила исполнительный директор краевого самоуправления Ванда Кезика, Дума ждет обещанные правительством 100 тысяч латов дополнительно. В случае положительного исхода есть надежда выйти на прошлогодние финансовые показатели. В этом году нам еще немножко может быть поможет то, что мы 9 дорог будем капитально ремонтировать за счет нашей так называемой адгарской программы. 9 дорог это 9 километров асфальта. Ну и мы подготовили и в ближайшие дни уже закончим проектирование еще около 20 дорог. Это будут грунтовые дороги, которые важны для развития предпринимательской деятельности. Ну и которые, как мы завершим подготовку, документации, мы будем стараться каким-то образом на них получить финансирование, европейское финансирование. Регион рассчитывает и на то, что квоты европейских фондов на ремонт и строительство дорог, связанных с предпринимательской деятельностью, будут распространяться и на следующий год. Без этого содержать покрытие в более-менее приемлемом состоянии будет еще проблематичнее. Пока, к сожалению, выделяемых средств хватает лишь на приведение в порядок критических участков. Процесс разрушения значительно опережает восстановительные темпы. Конечно, этих средств будет недостаточно. Это однозначно. Поэтому будем смотреть только самые-самые плохие дороги. Ну и в дорожном фонде мы уже поговорили об этом. И думаю, что нас и депутаты поддержат, чтобы на следующий год мы будем стараться какую-то часть средств выделить из бюджета края на содержание дорог. Хотя эта практика не такая, ну не, так сказать, не популярна. Потому что деньги бюджета самоуправления, ну, в основном-то идут на удовлетворение решения других функций. Но будем этот вопрос ставить, потому что сегодня самая большая проблема – это, конечно, дороги. Еще одну головную боль могут создать последствия ожидаемого паводка. Три года назад разливы Даугавы затопили часть прилегающих дорог, вызвав дополнительные повреждения.